МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в программе «Автопатруль 112». В результате ДТП в находке двухмесячный малыш скончался в больнице от полученных травм. Сломана рука, разбита голова. Во Владивостоке, на территории местного яхт-клуба, металлическая дверь придавила 6-летнего ребенка. Решил сэкономить миллионы на потерах, масках и перчатках. Менеджер уссурийской компании пойман с поличным на таможне зажурничества с документами. В находке в аварии пострадал двухмесячный малыш и скончался от полученных травм в больнице. По предварительным данным, 26-летний водитель Приуса, двигаясь по проспекту, при повороте не уступил дорогу рулевому на Ниссан Тиана и врезался в него. Пострадал экипаж Тойоты. Младенца врачи спасти не смогли. Его родителям и водителю назначено амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело. В лесозаводске возбуждено уголовное дело по факту смерти девятилетнего ребенка во время купания в реке Тамга. Тело поисковики нашли. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас назначены судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия. В торговом центре находки девятилетний мальчик травмировался на эскалаторе. Он упал и ногу затянуло между ступеней. Ребенка с переломом увезла скорая. Прокуратура находки организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку безопасности механизма при его эксплуатации. Во Владивостоке на территории местного яхт-клуба металлическая дверь придавила шестилетнего ребенка. У него сломана рука и разбита голова. Семья приехала на ужин в известный ресторан. Сын побежал играть на детскую площадку. Рядом с игровой зоной была дверь. Ребенок из любопытства потянул ее, и она упала. Работники заведения общепита сказали, что они не обязаны следить за детьми и имуществом, которое им не принадлежит. На улице Раковской в Уссурийский большегруз зацепил ограничитель высоты перед туннелем. На место вызвали пожарных. При помощи спецтехники и троса сотрудники МЧС отбуксировали прицеп, чтобы освободить проезд. В аварии никто не пострадал. Работали огнеборцы и на ДТП, которое случилось в районе Спаска-Дальнего. На трассе Хабаровск-Владивосток встретились две легковушки. Пострадал один из водителей, от госпитализации отказался. Пожарные убедились, что на проезжей части нет разлитого топлива, отсоединили аккумулятор, чтобы автомобиль не воспламенился. Всего, по данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 53 ДТП. Пострадали 9 человек, из них один ребенок. К сожалению, еще один ребенок погиб. Повреждено 97 транспортных средств. В дежурную часть полиции Фрунзенского района для разбирательства доставили гражданина, которого подозревают в грабеже. В поле зрения правоохранителей он попал в ходе профилактического рейда по улицам. Полицейские несли охрану общественного порядка, пресекали незаконную торговлю, проверяли граждан. Возможно, кто-то из них совершил преступление и ушел от наказания. В итоге составлены 11 административных протоколов за пьянство, мелкое хулиганство, употребление алкоголя в запрещенных местах. Решил сэкономить миллионы. Менеджер уссурийской компании пойман с поличным на таможне. Он заявил в документах недостоверные сведения о стоимости приобретенных в Китае потеров, защитных масок и перчаток. Выяснилось, что компания недоплатила в бюджет от таможенных платежей на сумму более 7,5 миллионов рублей. Товары перемещались через пункты пропуска Краскина и Полтавка. Сотрудник фирмы во всем сознался. Три уголовных дела направлены в суд. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8-994-001-60-06. Давайте делать программу вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова